Всем привет! В наше время, когда данные играют ключевую роль в нашей повседневной жизни и работе, потеря данных может стать серьезной проблемой. Предположим, что вы случайно удалили важные вам файлы, или это сделал вирус, попавший к вам на ПК. Примеров потери файлов на ваших накопителях очень много, начиная от случайных удалений до выхода их из строя. В этом обзоре я хочу представить вашему вниманию программу 4DDAG Data Recovery от компании Tenorshare, которая разработана для восстановления данных на операционных системах Windows и Mac. Это мощный инструмент, который может восстановить потерянные данные из различных устройств и сценариев. Давайте перейдем с вами на сайт разработчика программы для того, чтобы узнать, какие сценарии нам доступны для восстановления. И в этом контексте давайте поговорим о возможностях, которые может предоставить нам это программное обеспечение. Во-первых, это восстановление данных с разнообразных устройств. То есть 4DDAG способен восстановить данные с ноутбуков, ПК, внутренних и внешних дисков, USB-накопителей, SD-карт и других устройств. Во-вторых, с помощью 5DDAG способен восстановить фотографии, видео, документы, аудиофайлы и другие типы данных. То есть в базе данных программы находятся более тысячи типов файлов. В-третьих, это восстановление данных в различных сценариях. Программа может восстановить потерянные файлы из-за случайного удаления, форматирования, потери раздела, повреждения системы, атак вирусов и тому подобное. Также, что является уникальной возможностью программы, это ремонт поврежденных фото и видео. Эта дополнительная функция программы позволяет восстановить и починить поврежденные или испорченные фото и видео. Давайте поговорим о преимуществах 4DDAG Data Recovery. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс. 4DDAG Data Recovery разработан так, чтобы быть простым и понятным для пользователей любого уровня знаний. Также эта программа имеет быстрое и глубокое сканирование. Следующее преимущество – это бесплатный предварительный просмотр, а также техническая поддержка и консультация в любое время. Ну и, соответственно, программа разработана со всеми современными требованиями безопасности, что защитит данные и сохранит вашу приватность. Благодаря большому набору функций программа дает нам возможность спасти и восстановить свои данные в различных условиях. Например, если вы случайно удалили файлы, если вам требуется восстановление данных с NAS сервера, восстановить данные с отформатированного диска с помощью программы также не составит труда. Помимо всего этого нам доступны функции восстановления потерянного раздела, восстановления внешнего устройства, если оно было повреждено, восстановление данных с неисправного компьютера, если ваш ПК резко вышел из строя, а данные необходимо скопировать. Тогда в этом случае с помощью FODY DEH можно создать загрузочный носитель и скопировать все важные файлы без каких-либо технических. Очень хочется испробовать эту функцию на самом деле. Интересная функция. Не каждая программа по восстановлению на такое способна. Итак, не терпится уже приступить к испытаниям этой программы. Для этого нам необходимо ее скачать. Следующими действиями нам необходимо установить программу и, соответственно, запустить ее. И теперь перед нами интерфейс самой программы FODY DEH. Давайте для начала рассмотрим, что он в себя включает, какие функции здесь имеются, а затем уже на практике попробуем что-либо восстановить. В левой колонке мы видим восстановление данных. Это одна из складок, которая основной является. Здесь мы видим, что открылись все наши накопители. И, соответственно, нажав на какой-либо из накопителей, мы с вами сможем просканировать и посмотреть, что с ним было удалено и что мы можем восстановить. Далее здесь же мы видим расположение рабочий стол, то есть восстановление данных, удаленных с рабочего стола, из корзины. Если вы случайно удалили файл, мы, кстати, попробуем что-нибудь здесь восстановить. Ну или же выбрать специально папку, в которой что-либо потеряли это. Здесь ниже у нас подключение к NAS серверам. Кто не знает, это такие сервера, которые хранят данные в реальном времени и, соответственно, можно ими обмениваться. Левее колонка у нас с расширенными способами восстановления. Это точный поиск файлов. Здесь мы можем ввести название файла, если вы знали, какое оно имеет название. И в случае потери вы можете прямо его ввести и попытаться отыскать, даже вплоть до размера файла, описание. Давайте попробуем это сделать. Выберем здесь формат фотографии. Я помню, что я удалял недавно фотографию. Примерно помню ее название. Не до конца, но примерно. Показывать не будем. Ну вот как-то так. Вот уже что-то нашлось достаточно быстро. Так, раздел фото. Сразу много фотографий нашлось. А вот, кстати говоря, и оно. Выберем файл. Нажмем восстановить на рабочий стол. Кстати говоря, при восстановлении файлов желательно выбирать другой накопитель. Не тот, с которого вы восстанавливали. То есть в моем случае не с диска C, потому что было удалено через корзину, а сохранить на диск D, к примеру. Посмотреть установленное. Вот наш файл. Так, далее мы здесь видим восстановление данных из сбойной системы. Это в случае, если вдруг у вас слетела винда или что-то подобное, перестал запускаться компьютер. Вы создаете загрузочный носитель. Здесь все инструкции есть. Никаких сложностей это не составит. Вот. И уже со съемного носителя мы можем скопировать все данные на накопитель. И вот очень интересные функции, которые являются здесь уникальными, потому что никаких других процессов я этого не встречал. Это исправить неоткрываемое фото или исправить невоспроизводимое видео. Так что, если вдруг у вас есть какие-либо фото или видео, которые не открываются по какой-либо причине, можно попытаться их восстановить через эту функцию. То есть сюда просто указываете путь, где находятся у вас фотографии или видео, и, соответственно, нажимаете на процесс восстановления. Ну и, наконец, мы подошли к самому интересному, к практике. Давайте сейчас попробуем сделать несколько манипуляций, чтобы воспользоваться некоторыми функциями восстановления. Во-первых, я хочу испытать восстановление из корзины, потому что порой очищаешь корзину чисто машинально. И затем уже восстановить файл не каждая программа способна. Допустим, я буду использовать в качестве примера фото. Фото рабочее. Давайте просто его удалим в корзину. Затем очистим. Все в корзине и его нет. Так, и сканируем корзину. Так, здесь мы форматы выберем только фото, потому что остальные нам не нужны. Сменировать только фото. Это займет какое-то время, но не очень долго. Программа действительно все делает быстро. Так, для того, чтобы чуть-чуть ускорить процесс, можно использовать фильтры, также изменить дату. Допустим, папка Phamps. Давайте зайдем сюда. Сделаем вот так. И здесь мы можем видеть по времени, когда была осуществлена операция с фотками, и, соответственно, осуществлять поиск. Чтобы немножечко ускорить его, я примерно помню начало названия фотографии, поэтому чуть ускорю. А вот наша и фотография. Мы можем здесь нажать кнопку предпросмотра, она это или нет, и, соответственно, нажать восстановить. И посмотрим, получилось у нас или нет. Да, фотография на месте, все размещательно открывается, не побилось, ничего с ней не случилось. А сейчас мы попробуем восстановить данные из флешки, которая была отформатирована несколько раз, потому что была повреждена, и, соответственно, файлы на ней перестали нормально открываться. После успешного сканирования накопителя я приступаю к поиску фотографии для начала, которая была удалена специально. Без каких-либо... Мы можем посмотреть ее, либо же восстановить. Также я здесь нашел изображения, которые были ранее на флешке, все они на месте. Помимо этого нашел музыкальные файлы, попробовал восстановить. Без проблем у меня это получилось, файл работоспособный. Удивительно, что эти файлы были обнаружены после двух форматирований флешки. Итак, даже здесь видео есть. В общем, пока, что я, насколько помню, все, что было на флешке, я сейчас наблюдаю. То есть программа способна доставать все файлы, которые необходимы. Что я могу здесь сказать лично от себя? Программа эта надежный инструмент и эффективный для восстановления данных на Windows или на Mac. Рекомендую ее к скачиванию. Я думаю, она еще не раз и уручит меня, а также вас. А все необходимые ссылки вы найдете в описании.